Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, мы в прошлой серии с вами закончили, работая на свободу, на группировку свободы. Вот, нашли у них здесь крысу. Приветствую, мои стромные дороги! Вычислили крысу. Ты дашь мне договорить, Чехов? Дашь мне договорить? Кстати, в комментах вы написали, что Чехов вроде как говорит голосом того актера озвучки, который озвучивал Бурбона в метро. Ну да, что-то похожее есть. Что-то похожее есть. Так, окей, мне, короче, надо найти коменданта. Мы вычислили, что он крыса, короче, вот, и он сбежал. Он сбежал, кинулся в этот, как его, побег, короче. Вот, и Чехов нам сказал, если мы его поймаем, если мы принесем его либо живым, либо мертвым, то он нам расскажет про Клыка, куда направился Клык. Вот, как всегда, короче, как всегда. Просто так ничего не дается. Так, окей, ну а для начала, для начала я хочу, короче, посмотреть на это, что... Если вы дорожите своей свободой и хотите быть в кругу друзей, вступайте в наши виды. Свобода приветствует всех, кого привели к нам в дороге. Начала я, короче, хочу посмотреть здесь, я здесь не был. Эй, Селкер, чем пожаловал? Здорово. Так, чем могу помочь? Ничем. Я так вам уже помогаю. Окей, я здесь, короче, не нашел ни ремонтников, ни... А, нет, магазин, по-моему, был, да? Магазин это Ашо. Что-то у Ашо-то это магазин, так. Ага, можно сделать себе здесь тайничок, потому что я думаю, что мы здесь не... Не последний раз у этих усвопутовцев, поэтому можно сделать тайник. Здорово. Давай-ка, здравствуй, наемник, хочешь деньжат заработать? Всегда хочу. Есть у меня одно дельце. И променуть его надо по-тихому, без лишних свидетелей. Подойди ко мне, когда стеменит как следует. Часов так в 11. Окей, хорошо, договорились. Так, а поделись опытом, как оружие или броню улучшить. Опыт у меня, будь здоров. И так тебе скажу, не бери за все сразу. Во, как захочешь, чтоб и самая убойная твоя пушка была, и самая точная, то добра с того не будет. Один раз ты, для примеру, поднял у своего ствола убойную силу, так давай и дальше убойную силу подымай. Потому что есть такие улучшения, что назад их уже не снимешь. И захочешь ты сильной пушки снайперку сделать, а не выйдет поздно. Так что думать надо. Хорошо. И главное, наперед. Тебе, понимаешь, этим словарем по башке дать или по губам. Окей, так, а в каком направлении силен? В северо-западном. В направлении до кухни. Шуткую я, хлопец. Шутник, бляха. Я по снайперскому делу специалист правный. И сам стреляю, как старый партизан. И другим помогаю. Я любой автомат тебе так причешу, что как СВД спецназовская будет. А как снайперка настоящая в руки попадет, так я с нее такую цацу сделаю. Тебя хлопец за 2 километра минать будут. Ну и броньку на добром уровне сделать могу. Так, окей. Что полезного сталкеру рассказать можешь? Полезного? Полезное в нашем деле то, что поможет тебе жизнь сохранить. Или твоему врагу ее укоротить. Окончательно, не бесповоротно. Слухай про артефакт. Что такое артефакт? Это есть густок всей силы аномалии. Как кубик бульона куриного. А есть одни артефакты, что могут сами аномалии. Как оно там? А, генерировать. Так Чехов говорит. Правда, после того, как артефакт аномалию произведет, он уже ни на что не годный. И сама аномалия, которую ее артефакт произвел, она не сильно сильная. И недолго держится. Но чтоб последусть бить или задержать кого надо, так нормально сгодится. Даже такие артефакты есть. Нифига себе. Нифига себе. Как если какая-то работенка? Есть я давно еще схему как его совершения. Если вдруг они тебе попадут с ней, спеши выбрасывать. Лучше мне принеси. Гляди, вот список интересующих меня схем. Так. Для снайперских винтовок. Стабилизатор для снайперских винтовок. Дульный тормоз для снайперских винтовок. Так, погоди, у меня какая-то флешка, какой-то дульный тормоз есть же. Так, хорошо, если я найду, то принесу. Будь здоров. Так, пока не пока. Будь здоров. У меня там, по-моему, какая-то флешка есть. Тебе пойдет? Нет? Сгодится? Никто не хочет эту флешку брать, бляха. А, для пистолета. Ладно, я ее, короче, просто уберу. Да уберись. Ладно. Так, мы с вами взяли в прошлой серии Ил-86. Поэтому его нужно... Куда делся? Его нужно, короче, во-первых, отремонтировать. Вот, и во-вторых, прокачать. Скорострельность, точность. Вот, точность точно надо? Отдачу. Да, я тоже, наверное, уберу. Смотри, отдача минус 50 есть. Снижен темп стрельбы. Не, я, наверное, лучше тогда отдачу 30 поставлю. Но... Темп стрельбы пускай останется у меня. Так, окей, давай для начала, погнали. Точность, окей. Так, отдача, окей. Так, это что? Крепление подствольника. Ну, крепление подствольника, я подумаю, я подумаю. Насадка увеличивающая длину ствола. Так, настильность. То есть 50, настильность можно, да. Строн прицелы 1.6Х. А у этой же винтовки у нее есть. Прицел, и какой у нее прицел? Четырехкратный. Лучше, да? Получается, лучше. Лучше. Это у нас 1.6Х. 6-кратный. И строй... А, есть еще, смотри, четырехкратный. Но у меня уже стоит, поэтому деньги тратить не обязательно на него. Вот. А стоимость... Так, патроны нет. А это что? Калибр. Калибр. 5.45.39. А у него... У него, у него... 5.56.45. Нет, не буду, не буду я, короче, менять калибр, потому что... Вот этих патронов, вроде как, они попадаются, поэтому... А вот этот калибр, я не знаю, будет он ли он попадаться или нет. Поэтому нет. Я поставлю... Так, погодите, стоп. Я поставлю на стильность. Да, на стильность. Ну и... Все, в принципе. И все, в принципе, да? Магазин. Ай, бляха, давай еще магазину лучше, пускай будет. Пускай будет, да? Пускай будет. Окей, хорошо. Так, а для ружьё, что там можно? Можно, нет? Ружьё надо отремонтировать. Есть что? Ружьё у меня полностью, да, получается, зафигачено. Так, пистолет тоже ремонтируем. И... Тоже полностью зафигачено. Так. Так, 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 костюм, костюм. Смотри, у этого... Вот так, отремонтировать обязательно. У этого, смотри, есть, можно костюм улучшить. Так, броня, кевларовые пластины. Вставляются в бронежилет, обеспечивая его носителю дополнительную защиту. Так, вот это можно. Вот это можно. Переносимый вес плюс 5. Окей, вот это, да, обязательно. Так. Обязательно. Часть энергии пули тоже хорошо, тоже. Да, да, да. Так. Термоэлектрозащита. Тоже можно. Ну, я думаю, здесь не всё. Здесь будет закрываться после того, как я, короче, это... Так, окей, прочность. Прочность обязательно. Так, термозащита, электрозащита. Электрозащита, ПНВ, прибор ночного видения. Так, можно. Радиохимзащита. Окей. О, контейнер для артефактов. Хорошо, да. Да, дополнительный контейнер для артефактов. Это, это нужно. Погоди, контейнер для артефактов ещё один. Окей, хорошо. И вот-вот-вот-вот-вот-вот ещё один. Бляха, я денег столько потратил. Ладно, пускай. 11 косарей осталось. Ёдьте мать. Так. Зато я артефактов могу напихать. Так, вот этот я обязательно сейчас впихну. Ну, потом разберёмся. Короче, погнали. Сколько стоит? 5. А ну всё, 5, под 5 косарей. Бляха, у меня 6,5 осталось. Защищённость. Так, это чё я сейчас... Ага. Энергия пули. Фермопрочность. Так, энергия пули, наверное, я сейчас... Да, это вот больше обвязать. А, смотри, всё закрылось. А, у меня просто денег не хватает нам, скорее всего, да? Окей. Ладно, вернёмся к этому чуваку ещё. Вернёмся. Вот, так, давай-ка посмотрим, что у нас. Так, плюс 3 радиация. Ага, у меня сколько? Минус 6. Ага, а это сколько у меня отнимает? Плюс 2. Так, плюс 2, плюс 3, опять у меня ещё... Ага, хорошо. Окей. Ну, в принципе, блех, денег потратил. Оооо, в темноте. Так, я ещё хотел... Ага, так, глушитель вот так вот убрать. И присоединить к этой винтовке. Да, отлично. Всё просто. Это мы убираем сюда. Так, патроны эти мы тоже убираем сюда. Это мы тоже всё убираем сюда. Окей. Так, у меня 3 таких гранаты. И давай оставим 2 вот такие. Это бляха. 2 вот такие гранаты. Так, одну лодку убираю. Ну, и остальное, в принципе, флешку тоже уберу. И остальное, в принципе... Всё, да? Отлично. Отлично. Так. Надо теперь деньги зарабатывать. Деньги надо зарабатывать. Но, я думаю, вот этот чел... Чем пожаловал? Чем пожаловал? Ни с чем. Уже ни с чем. Так. Что здесь ещё интересного? Вот там чувак есть. Так, наверное, наверх давай заглянем. Я думаю, тот чувак, короче, который техник, механик. Он, короче... А, уже все спят, что ли? Окей. Все спят. Ну, окей, ладно. Ладно. Я думаю, вот этот механик, короче, техник, он... Заплатит, я думаю. Какую-то копейку за волнение заданий. Что скажешь, брат? Я скажу, у тебя пушка зашибатая просто. Поправить здоровье? Смотри, поливай кухню. Когда ты правильно попал, чувак? Чувак? Чувак. Прям чувак, да? Привет, чувак! Хе-хе-хе. Ганжа. Ты как в бармена попал? Не так вопрос задаёшь, брат. Ты спроси, как бармена Ганжу, кальянщика Ганжу, Ганжу, который умел быть на одной волне с разными людьми, занесло из продвинутых клубов в зону. Но не отвечу я тебе, брат. Я... Это негативная история, а я люблю позитив. Я ощутился здесь. Так случилось. Я был один и ощутил космическое одеводчество, брат. Да, чувак, это было реально плохо. Ну, а потом я ощутил позитивные вибрации от людей из свободы. Это мои люди. Я понял это. У меня был выбор, брат. Но не было сомнений. Я нашёл свою свободу и живу лучше, чем многие там. Во внешнем сумасшедшем мире. У меня есть что выпить, что покурить. Есть зона, есть люди, которые рассказывают о ней. А я слушаю, брат. Через... Чёрт! До чего же хреновая... Хреновая эта местная трава. Хреновая местная трава. Да. Так, поделись интересным рассказом. Брат, я с тобой поделюсь всем. Хлебом, травой, водой, водкой, небом, информацией. Слушай меня. Глубоко в зоне есть секретные лаборатории. И они до сих пор работают. Так не рассказывали. Странно, как там люди смогли выжить после всего без припасов и энергии. И люди ли там вообще сидят? Чувак, а вдруг о пришельце носители холодного и безжалостного разума? Мне один чел говорил, что однажды на янтаре поймал по рации переговоры о какой-то лаборатории. И такими странными были эти переговоры, что он почти сразу раз уничтожил. Потому что страшно стало брату. А другой чел мне рассказывал, что повстречал как-то полупрозрачную фигуру в защитном костюме покруче сталкерского. И этот прозрачный сказал ему, уходи, мы работаем, ты мешаешь. Правда, тот чел говорит, что встретил существо прямо возле радара. А таким заявлением не всегда верь, брат. Но может зона и вправду тех людей в чистую энергию превратила? Окей, понятно. Так, а местные баки, короче. Что ты мне можешь предложить? Куда ты мне поволок? Э, эхе-хе-хе, стой! Э, стой! Куда ты меня потащил, а? Так, и сколько мне это будет стоить? Две тысячи. Мне не интересует. Так, а что там лежит? Флешка... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Флешка, флешка, о дульном тормозе. Флешка, о дульном тормозе. Ехо. Интересует, но у меня нет таких денег. Ну, будь, чувак. Жаль, не раскумарились мы с тобой. Подходи, бесплатно угощает за твои наличные. Не раскумарились, говорит. Ну, будь, чувак. Так, что у меня есть? Жаль, не раскумарились мы с тобой. Понятно. Ничего интересного. Так, окей. Сколько время, сколько время, сколько время, сколько время, сколько время. Время 11. Так, окей, можно к этому возвращаться и... В общем, выкладывай. Ага. К этому возвращаться и брать задание. Бляха, артефакт какой-нибудь найти и продать. Ну, вообще шикарно. Сломалось что-то? Да, конечно. Тут такое дело. Куриш мне редкие чертежи принести обещал, только до базы не дошел, пропал. А мне они по зарез нужны. Доставить их нужно до рассвета. Время и деньги, сам понимаешь. Берешься? Конечно, берусь. Если платишь, то я берусь, конечно. Будут проблемы, пожелания, обращайся. Но. Но. Так. Где это? Недалеко, смотри. Найти друга техника. Недалеко. А, ну я что-то ходил, это... Я проходил мимо этого места, это... Это в сторону, помнишь, это, куда я... Боеприпасы в прошлой серии пытался отнести. Окей. Так. Поехали. Ружье на всякий случай возьму. Такой бинокль-то я ружье взял. Ступай в свободу. Блях, вот это здание, смотри, такое просто мрачное. Прям, ух. Прям, ух. Мрачное какое. Так. Ладно, заглянем, посмотрим, что, может, что-то интересное здесь есть. Ага, это выход. Так, просто пробежимся. Еще печь. Пробежимся, долго как бы здесь задерживаться не будем. Так, пробежимся, сейчас на второй этаж забегу. И пойдем искать другая техника. У меня времени до рассвета. Времени до рассвета. Ну, в принципе, здесь время не так уж сильно быстро идет. Так, вот. Тяк. Отлично. Это я хорошо задержал. Это что? Это ложка. Все, аптечка только. Аптечка тоже хорошо. Вот. Здесь, в принципе, не так сильно быстро время идет, поэтому все успеем. Все успеем. Все успеем. Так, это получается, где я? Не за забором, да? Пожарки. Что за буль-буль-буль? Ой, смотри, там что-то есть. Там, может, артефакты какие? Что за шорохи? Так, бляха, не пугать меня. Он наверху, что ли? Да, вот он. Крышка, я думал, это этот ящичек. Так, вот он. Отлично. Что-то не надо. И пока чертежами разобраться, в которых, похоже, сможет только настоящий гений. Окей. Обрести детали. Ага. Все, отлично. Проще парень репа, но он там, я смотрю, там есть аномалия и, наверное, скорее всего, там артефакты. Давай-ка. Точно. Точно. Так, смотри, там на радаре что-то появилось. Красная. Мутант. Аккуратно надо. Бляха, 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 бляха. Так, стопэ. Потратился. Аккуратно. Аккуратно. Аккуратно, бляха, не упади. Ай-яй-яй-яй-яй. Аккуратно. Так, я для начала отсюда свалю, потом посмотрим, что мы взяли. Да-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да-яй-яй-яй. Да-яй-яй-яй. Аккуратно, бляха, бляха. зонах весьма ценится за способность заметно улучшать общий тонус организа носителя радиоактивен так плюс 2 радиации погоди плеха плюс 2 радиации это плохо я был воткнул себе но есть еще маза его продать потому что денег у меня вообще нет полтора косаря осталось так там там у нас красное пятно появилась леха движется движется смотри бегает бегает а ебки мать бегает фу я думал в мою сторону идет так мне надо уходить отсюда и уходить так чтобы ёпть и мать это чё такое кто там потому что это жестко так а если отсюда я сюда помогу выйти отлично отсюда я вышел у 4 там такой жесткий бляха они в этом здании смотри я слышу и пихать нахер ну нахер так парни там кто-то завелся короче в этой в домике будьте аккуратнее короче да я надеюсь он не заплатит час денег здорово стал вот они а кореша своего большего все нежде он кровососом на ужин попал а это кровосос что я бы приносит такую рык это на кровососу вообще не похоже было так на их не повезло белолаги ладно с меня причитается будут лишние деньги обращайся он не заплатил сломалась что-то удачи тебе стал оде а я чуть и бесплатно что ли это все лёха так мне надо короче ашота мне нужен ашот потому что ну что я хочу продать продать артефакт ну показывай чем зоны на здорово приятель хочешь продать купить хочешь все можно все сделаем не может предложить и разошлись как и в море корабли так на 7 200 ну ладно 7 200 еще по-божески как-то да нормально выбирай хоть какая-то копейка так ну и и и и и все и все а вот эти патроны можно кстати продать нафиг они нужны 15 рублей нормально нормально так окей а отправляемся короче с вами за камень знайте камень искать коменданта и я возьму так и илку свою потому что я думаю там придется стрелять там придется стрелять совоеваться так где-то здесь был выход где-то здесь был бляха выход как и теперь залезть то ёпти мать а так а он выход я залез то куда ну кибать а как залез как залезу так за листа можешь не емник бляха да по краешку пройди мать как не отсюда вылезти то теперь наша служба и опасно и трудно и на первый взгляд как будто не видно а как и это выпьет чё-то перезарядил за что ладно окей так бежит он здесь там еще смотри есть короче это какой-то тайник можно в принципе его еще смотри а здесь я был да мертвые собаки моих рук дело так окей там еще вот сюда как-то надо залезть это потом это потом так где-то тайник я хочу так атмосферно как-то как-то атмосферно не замечаешь так бинты хорошо и гранаты какие-то подствольник наверно я подствольник вроде не ставил до себе окей ладно всем отрядом свободы мы наткнулись на вражеский отряд у фермы серьезное сопротивление нужна помощь повторяю ребята нужна помощь обеспечить подкрепление подкрепление за баррик а как это назвать забаррикадовался забаррикадовался да по забарриковался там короче засел вот там вот там засел так я правда ни хера не вижу ты кто ты кто хороший хороший ехо на хорошие да ружьем тут много то она не сделаешь но ладно а где там кто плохие то где плеха граната у еб на нее побежал день чувака скопы теле да хорош толкаться блюху люди дедови бесит это вот это когда когда это толкает посмотри час подойдет и меня опять будет толкать опишу готов так где он сказал наемники там один по-моему наш бегает да ладно за звук кто кто еще и труп а вот кто еще и труп ты кому это сказал мне поехал побыренько есть так и надо как-то поближе туда как погоди видел свеча светила доигрались а это как через стену но такого не было через стену в их как я знаю ты там не знаю ты там так а помочь с вами что-нибудь взять кпк его за его загасили что ли да получается так она трупа осмотреть я думаю потому что полезные патрончики там и наемники я в таком же костюме да я в таком же костюме как этот друг не нужна это чё так а здесь трупы все закончились а погодя почему-то эти вот не отмечены на карте трубчики трубчики того блехал чаду пропустил смотри вкусноту то всякую опа опа я знал я знал что отсюда что не вкусно и люди так еще один ящик да а все показалось у казалось этого я смотрел тоже по моему нет конечно нет конечно здесь стою здесь ничего убери оружие а вот щукин его щукин звали докуменантом да оставить и пока чехов и это не безобразничай а я нормально все нет нет походу все я думаю здесь все это пусто будет низко окей так это чё а это я смотрел окей ладно отправляемся короче этому этого этому этого ты пока отнесем чехову и надо будет короче порыться на теле тихо 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 там какая-то тварь хокод поход писта пистолет и ты это камень не х ак solu cùng который страшно и как фильмов ужасов прям какими там внешне nine нажали сбоку сбоку для то примерно такая тень кабана хрюкающая день кабана назвать название жастика 90 хрюкающая тень кабана и хрюкающая тень кабана 2 наследие свалил испугался правильно меня надо бояться у леха поскольку в тебя надо этих тратить дратил ты стрелять кабан пикассо али свои учу за фонари чу за фонари то короче вот чё дата короче по территории а свобода сафот этих побегать и найти вход вот к этой светящийся летящийся там штуки да да я думаю по любому что-то интересное энергетика выпить граната подствольные можно продать как в принципе за них наверное немного я выручу бабла но продать я думаю можно что их копить посолить у меня все равно нет и я в принципе не планирую его ставить ну рассказывай я весь внимание хочу рассказывать комендантом за прихлопом комендант у вас теперь как прихлоп билл по сусалам долгу давать проходи stalker спасибо за помощь после перестрелки на ферме понятно что за нападениями на свободу стоят наемники и данные спд а коменданты тоже это подтверждают но тут появляется другой вопрос а на кой ляда но им надо ведь мы до того всегда держали нейтралитет тогда получается они контракт выполняют вот только чей долго или военных вот здесь пока с ответами не очень но это уже моя забота так чё на свою часть договора выполнил так что слушая про клыка у нас он искал редкие детали а мне стало интересно с какой-то радостью ему вдруг понадобилось это рухлядь на прямой вопрос он не ответил не мое мол дело только я ведь пасовать не привык в общем нашептал технарю нашему он частоту пда клыка и хакнул чтобы я пару дней проследил куда хозяин направляется а направлялся очень на свалку там его и ищи кстати частоту клыка я сохранил и тебе уже скинул так что дальше дело техники его местоположение теперь у тебя на пда отмечено так окей где на свалку он сказал ну что мы можем свободе еще раз на свалку это опять на свалку идти что ли это со свалки в эту долину потом теперь обратно с этой долины на свалку короче я так и буду заняты туда-сюда бегать или чё меня меня дурят по ходу дурят мама давай готовы снили но атаки наемников не прекращаются мы вымотались до предела до сих пор не представляю как наемники попадают в темную долину ведь все дороги перекрыты нашими блокпостами похоже где-то есть тоннеля которым мы не знаем оттуда наемники и лезут в темную долину нужно срочно выяснить где это на рай подорвать ее к чертовой матери так как ты собираешься найти лаз наемников даже как поиски иголки долине есть одна старая установка еще с советских времен геодезисты соорудили она состоит из трех антенн если активировать все три ее антенны то можно будет сканировать поверхность почти всей долины если дело выгорит мы сможем засечь откуда появляются отряды наемников что одна из антенн находится прямо здесь на базе но две другие держат наемники помоги взять эти установки под контроль но договорились удачи будет полезная информация приходи договорились так у меня видос подошел к концу вот и так я выйду потому что он задолбает вот а видос подошел к концу и следующей серии знать смотри там кровососы да получается бегают что-то носятся следующей серии значит мы отправимся с вами захватывать антенны вот антенны посмотрим вот это вот вход где вот эта светящаяся хрень летает поищем короче вход вот и отправимся на свалку обратно значит догонять клыка так а ну ка ну ка ну ка где он там барахолки что ли ну значит отправляемся барахолка в принципе смотри это как раз недалеко от нормально нормально здесь еще у нас свобода хорошо еще смотри тут бревна в кустах окей друзья кому понравилось ставить лайки подписываться на канал группу вконтакте подписываем инстаграм комментируем делимся с друзьями с вами был валене делимся